Привет! Сегодня космические корабли, преодолевающие огромное расстояние, уже реальность. И в этом видео самые усовершенствованные из них. Полетели! SpaceX Dragon 2 Если первая космическая гонка в 1960-х годах была противостоянием двух наций в попытке первыми выйти за пределы атмосферы планеты, то сейчас эра второй космической гонки. Теперь уже соревнуются не нации, а частные организации, и лидирует пока компания SpaceX, у которой есть контракты с NASA и успешные полеты, а ее последние разработки самые передовые. Корабль Dragon 2 дает возможность использовать его вторично. В основном судно предназначено для доставки экипажа на международную космическую станцию. Вмещает в себя до четырех человек, высота его 8 метров, диаметр примерно 4 метра. Dragon 2 выводится на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. В свободном полете он может находиться до 10 дней, а прикрепленным к Международной космической станции — до 210 дней. Этот мощный корабль оснащен восьмью двигателями SuperDRACO, которые используются в случае прерванного запуска или для управления ориентацией на орбите. Корабль может самостоятельно стыковаться с Международной космической станцией без участия пилота. Это делает процесс как никогда безопасным. Разработки SpaceX превосходят все когда-либо созданное другими компаниями или странами в области освоения космоса. На данный момент SpaceX, несомненно, мировой лидер. Сигнус Сигнус — американский автоматический грузовой космический корабль. Его разработали еще в 2000-х, и он стал для НАСА эффективным и доступным способом доставки груза на Международную космическую станцию. Его высота около 5 метров, а диаметр — 3 метра. Для запуска Сигнус используется ракета-носитель Antares или Atlas V. Его грузоподъемность более 3 тонн. Корабль состоит из двух модулей цилиндрической формы — грузового и служебного. Такая конструкция позволяет отделить оперативные элементы от груза, а это, в свою очередь, значительно упрощает обслуживание корабля. Сигнус частично автономен. В отличие от Dragon 2, который самостоятельно стыкуется со станцией, Сигнус полагается на роботизированную руку, которая доставляет его в стыковочный порт. Программа Сигнус оказалась настолько успешной, что НАСА продлила сотрудничество как минимум до 2026 года. Космический корабль продолжает совершенствоваться, чтобы в будущем он мог снабжать аванпосты и колонии вдалеке от Земли. Solar Orbiter Самый крупный элемент Солнечной системы — это, конечно же, Солнце. Десятки лет мы запускали в космос зонды, чтобы исследовать, что нас окружает, и лишь недавно удалось приблизиться к нашему светилу. И дело тут вовсе не в отсутствии интереса. Это довольно трудно. Справиться с повышенным гравитационным воздействием и экстремальными температурами. Однако Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством и запущенный в 2020 году, готов побороться за место под Солнцем. Его стоимость в районе полутора миллиардов долларов, а размер — 2,5 на 3 метра. Его можно описать как зонд, стабилизированный по трём осям со специальным теплозащитным экраном. Благодаря Solar Orbiter можно приближаться к Солнцу так близко, как никогда раньше. Зонд ведет наблюдение полярных областей Солнца, проводит измерения внутренней гелиосферы и, вращаясь вокруг Солнца каждые 6 месяцев, приближается к звезде на максимально близкое расстояние. Исследователи надеются лучше изучить магнитное поле Солнца, солнечное динамо и солнечные вспышки. Корабль оснащен рядом инструментов, благодаря которым можно детально осмотреть поверхность Солнца — это одна из самых передовых разработок когда-либо запущенных в космос. И полученные при помощи этого зонда результаты помогут в разгадке тайн Вселенной. Шэньчжоу Шэньчжоу — это серия пилотируемых космических кораблей КНР, часть одноименной космической программы. Первый полет с человеком на борту Шэньчжоу совершен в 2003 году. Он основан на дизайне русского корабля «Союз», но Шэньчжоу больше и современнее. Не зря же Китай — одно из ведущих космических государств. Шэньчжоу переводится как «волшебная ладья». Он состоит из трех основных частей — носового орбитального отсека, спускаемого аппарата и кормового служебного отсека. Его длина — 9,25 метров, а диаметр — 2,8 метра. Шэньчжоу подходит для различных миссий, будь то самостоятельный полет или же перевозка грузов и космонавтов. Единственная часть корабля, возвращающаяся на Землю — это спускаемая часть с тремя местами для экипажа. Шэньчжоу отлично справляется с доставкой груза на орбиту, но доставка груза обратно на Землю не всегда заканчивается успешно. Корабль используется Китайским национальным космическим управлением в программе по постройке новой космической станции на орбите. Также Шэньчжоу станет главным транспортом между Землей и станцией. Вместо того, чтобы специально разрабатывать новый корабль, достаточно внести небольшие изменения в волшебную ладью, и ее можно будет использовать еще несколько десятилетий. Спейсшип Фри Virgin Galactic — очередная компания, в чьих планах программа по предоставлению платных полетов в космос. Для этих целей разработали Спейсшип Фри. Его анонсировали в 2021 году. Это самый передовой космоплан — усовершенствованная версия Спейсшип 2. За основу взять дизайн, предложенный еще в 2005 году в рамках программы по орбитальным космическим полетам. Первый космоплан из линейки, известный как VSS Imagine, был также представлен в 2021 году. Его планировалось использовать для будущих туристических полетов в космос, когда компания официально объявит о такой возможности. До сих пор для подобных целей использовали только Спейсшип 2. Но усовершенствованная версия обещает большую эффективность и более простое обслуживание. Следовательно, корабль можно будет использовать чаще. Космоплан, вмещающий в себя шесть пассажиров, не считая пилотов, спроектирован так, чтобы его выдерживали крылья на высоте 15 000 метров. Но разработчики надеются, что в будущем усовершенствованный космоплан сможет долететь и до Международной космической станции, и даже до орбитального отеля, который также есть в планах. ДАРТ История уже показала нам, что объекты из открытого космоса могут вызывать разрушительные последствия. Падение астероидов уже внесло необратимые изменения в жизнь Земли. Но наши знания о космосе растут ровно как и возможности для его освоения, и исследователи начали искать способы защитить Землю от очередного падения астероидов. И проект ДАРТ – первый шаг в этом деле. Он способен изменить траекторию астероидов. Это корабль «Импактор» весом более 600 килограммов. Он оснащен навигационными сенсорами, солнечным датчиком, астрокомпасом и камерой. Идея заключалась в том, чтобы изменить траекторию движения астероида, ударив его специальным механизмом. ДАРТ был запущен в ноябре 2021 года. Спустя почти год он столкнулся с астероидом «Диморф» – спутником астероида «Дидим». Проект можно было считать успешным и в случае реальной опасности надеяться на легкое спасение Земли, если бы столкновение с «Диморфом» уменьшило бы его орбиту на 73 секунды. Но по результатам орбита астероида сократилась на целых 32 минуты. Впереди еще много расчетов и экспериментов, но первые результаты уже много обещающие. Есть надежда, что при обнаружении опасного крупного астероида можно будет просто избежать столкновения. СОЮЗ Разработка «Союза» началась в 1960-х. Ему предназначалось стать частью советской программы лунных пилотируемых полетов. Но позже от этой идеи пришлось отказаться, и назначением корабля стали орбитальные полеты. С тех пор «Союз» известен как самый безопасный, экономически выгодный космический корабль. Он используется на протяжении многих лет и имеет большое значение для орбитальных миссий — для полетов на Международную и Российскую орбитальную станцию. На МКС для «Союза» всегда есть как минимум один стыковочный узел на случай срочной эвакуации. Вместимость корабля — три человека, состоит он из трех секций. В бытовом отсеке находятся стыковочный узел и посадочный люк. Спускаемый аппарат — единственная часть корабля, которая возвращается на Землю. Там расположены места для экипажа. Приборно-агрегатном отсеке находятся двигатели, датчики, антенны, топливный бак. Только спускаемый аппарат покрыт теплозащитой, остальные модули разрушаются при входе в атмосферу. Да, выглядит как пустая трата материала, но это значительно снижает стоимость и уменьшает вес корабля. Таким образом, для его запуска можно использовать меньшие ракеты и отвезти больше места под экипаж. Каждый корабль «Союз» можно запустить лишь раз, для новой миссии придется строить новый. «Союз» — невероятно успешный проект для Роскосмоса. Сейчас ведутся разработки нового дизайна, новый шестиместный корабль будет называться «Орел». Новичок примет многое от «Союза», но появится возможность его повторного использования. Это также в будущем снизит затраты и позволит соперничать с разработками от NASA и SpaceX. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» Долгое время лидером по качеству снятых изображений космоса оставался телескоп «Хаббл». Но нет предела совершенству. Так был придуман и разработан новый космический телескоп. Назвали его в честь второго руководителя NASA — Джеймса Уэбба. Пожалуй, это самый совершенственный аппарат, когда-либо отправленный в космос. Телескопы, расположенные на Земле, ограничены в своих возможностях. Они видят настолько, насколько позволяет атмосфера. Телескоп «Джеймс Уэбб» же отправлен так далеко, насколько это возможно, чтобы качество снимков было максимально хорошим. Приборы и зеркала работают при температуре минус 233 градуса по Цельсию. Первичное зеркало телескопа состоит из 16 шестиугольных сегментов, изготовленных из позолоченного бериллия. В отличие от «Хаббла», он ведет наблюдения в больших количествах световых спектров. Это позволяет наблюдать более далекие и менее заметные объекты. Это поразительно, ведь Джеймс Уэбб может наблюдать Вселенную на более ранней стадии развития, спустя примерно 180 миллионов лет после Большого взрыва. Телескоп был запущен лишь в середине 2022 года, так что все поразительные открытия еще впереди. Срок его службы — 20 лет. Его ждет потрясающее путешествие по Вселенной. Друзья, ни для кого не секрет, что Ютуб отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь! Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды! На этом все! Подписывайтесь на канал, смотрите другие наши видео, оставляйте комментарии. Пока!